Если я какая-то личность совершенная, то мы, например, все свои проблемы переносим на нее. Кто в результате страдает? Господь не страдает от наших оскорблений, мы страдаем от наших оскорблений. Поэтому в Писании сказано, что Господь трансцендентен, но необходим трансцендентный подход к трансцендентному. Как только мы переносим на трансцендентные свои физические формы, свое сознание, то пример очень хороший. Это банка меда, а мы начинаем ее лизать. Ну, как там пчелы, например, или мухи. Ну, мы съедим меда? Нет. Вроде бы и мед есть, но стекло, как бы, это наше эго. Поэтому Гуру Махараш говорил, что нас отделяет от Господа огромная гора нашего эго. Ну, и как бы, эго, оно гордыня. То, о чем говорят святые подвижники, что гордыня, мы живем в гордыне. Почему не можем предаться Господу? Потому что гордыня. Почему не можем следовать праведной жизни? Потому что гордыня. Ну, то есть, на все вопросы ответ только один. Гордыня, 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 гордыня. Можно сказать, что вы толдычите мне? Гордыня, гордыня, гордыня. Что такое гордыня? Ну-ка, объясните мне. Что это такое вообще? Ну, Писание говорит, это отражение твоей личности, твоей души в мире материи. Ну, вот как-то, если ты будешь, например, свою тень кормить, неважно, ты можешь взять настоящую еду, ты можешь взять, ну, теневую ложку, да, там, как в театре тени, а можешь взять настоящую еду. Если ты кормишь, там, бросаешь пищу на свою тень, то ты не обретешь пищу. Ну, вот такие вот эскимосские, например. Ну, они понятны. Поэтому, если что-то подлинное будет, тогда будет подлинное чувство сытости. А пока все на таком уровне, что ты имеешь дело с теневым собой, то и реализации будут все теневые. Субтитры создавал DimaTorzok, то there тоже на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok